В выходные дни, и особенно по праздникам, здесь всегда многолюдно. Живописное место, свежий воздух и тишина. Но сегодня на службе прихожан чуть более 20. Говорят, из-за ремонтных работ на некоторое время был перекрыт мост, и люди просто не сумели добраться до подворья. Поэтому праздник отмечали в тесном кругу. С праздником, ангелы хранюхи! Тому, кто еще ни разу не бывал на подворье в Сорочем лагу, мы советуем обязательно сюда приехать. Неподалеку расположен святой источник. Говорят, вода не замерзает здесь даже в 40-градусные морозы. Но пить ее не советуют. А вот всевозможные кожные заболевания и проблемы с уставами, рассказывают верующие, многие излечивают. Душевное равновесие здесь больше как-то получаешь. И именно приезжаешь, смотришь, то, что как-то. Тут все это, во-первых, развивается, и именно как бы тут тишина. Вообще дышать легко даже. Мы уже на святом источнике побывали, умылись. Водички набрали. К нам навстречу выходит монахиня Марфа. Она старшая в обители. Ей 81 год, и здесь она уже 25 лет. Говорит, тогда уже был небольшой храм и несколько ветхих домиков. Теперь же на территории почти в 2 гектара появились новые современные корпуса. Если найдутся добрые люди, художники, швеи. У нас будет швейная мастерская там, художественная мастерская. Это в перспективе все это мечты пока, да? Всего здесь живет 4 монахини. Работы много, помощники из других епархий приезжают, но рук все равно не хватает. Нужно содержать сам храм, трудиться в иконной лавке и на земельном участке. Но все спорится, как говорят здесь, с Божьей помощью и с помощью покровителя, святого Иоанна Предтечи. Своими силами матушки посадили на участке картошку. Здесь очень много цветов и плодовых деревьев. Но женщинам очень трудно держать в порядке такую территорию. Они надеются, что неравнодушные люди приедут и помогут, но вот элементарно прополоть грядку. А вообще женщины не жалуются. И меценаты помогают, и простые люди. Гостям здесь всегда рады, без обеда не отпускают. Вот, например, сегодня предлагали борщ, окрошку, гречку и рыбу. А 7 июля приглашают всех желающих присоединиться к празднованию Рождества Иоанна Предтечи. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Продолжение следует...